В эфире служба новостей Саров 24 в студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Укладываемся в коэффициент распространённости, как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове. Только дежурная группа о работе детских садов рассказала директор департамента образования. Главная ценность жизни человека 15 мая отмечается Международный день семей. Далее расскажем обо всём подробно. Коронавирус обнаружен 4,5 миллионов человек в мире. Больше всего людей с подтверждённым наличием коронавируса в США. Там цифра приближается к полутора миллионам. По заверениям президента Соединённых Штатов, Америка превзошла другие страны по числу проведённых тестов на коронавирус. В стране совершено более 9 миллионов 300 тысяч анализов. По данным Университета Джонса Хопкинса, накануне Россия стала второй страной мира по общему числу заражённых – 260 тысяч человек. Только за последние сутки выявлено 10,5 тысяч новых случаев. Более 58 тысяч человек выздоровели. Впрочем, при таком росте заболевших российским медикам удаётся сдерживать уровень смертности. По количеству умерших от коронавируса наша страна занимает 128 место с показателем в 0,91%. Коронавирус проник уже почти во все районы и городские округа Нижегородской области. Пока ни одного случая заражения не зафиксировали только в Княгининском районе. Наибольшее количество заражённых по-прежнему проживает в Нижнем Новгороде. Там COVID-19 заболели 2600 человек. Среди районов на первом месте по числу пациентов находится Павловский, на втором – Дивеевский. Там почти 400 заболевших. Общее число заражённых коронавирусом в регионе – 5903 человека. 1220 пациентов уже выздоровели, 40 умерли. В Сырой продолжает медленно расти количество заражённых коронавирусом. К середине мая их стало 86. 31 человек выздоровел. Два тяжелобольных соровчанина находятся в Приволжском окружном медицинском центре. Главный санитарный врач Сарова Ирина Игнатьева отметила, что обследование на коронавирус в нашем городе проводится в большом количестве лиц и в достаточном объёме. Накануне были получены результаты 170 тестов. Сегодня мы получили результаты, проведённые вчера анализов. Это ещё 208 человек. То есть то, о чём я говорила, наш уровень не менее 150 человек обследований в день, он сохраняется. И сейчас структура этих обследований несколько изменилась. И я ещё раз вас хочу заверить, что мы расширили группу лиц, которые с острыми респираторными вирусными инфекциями болеют. И мы сейчас у них больше, в большем количестве проводим анализы. По словам Ирины Игнатьевой, тот прирост больных по-прежнему укладывается в коэффициент распространённости, который утверждён Роспотребнадзором. На него ориентируются при принятии решения о снятии или продлении ограничений. Я подтверждаю, что на сегодняшний день все показатели, включая коэффициент распространённости, уровень вне больничных пневмоний на территории, количество тестирования, летальность, формы протекания заболевания. По всем этим показателям мы на сегодняшний день, занятость коечного фонда, по всем этим показателям мы сейчас уже смело можем претендовать на первый этап снятия ограничений. Если в выходные ничего экстраординарного не случится, то в понедельник планируют обратиться к губернатору за разрешением о постепенном снятии ограничений. Ввести для россиян специальное пособие на покупку средств индивидуальной защиты во время пандемии предложили представители Национального родительского комитета. Инициативу объяснили тем, что масочный режим введён уже во многих регионах России. Однако далеко не у всех есть деньги на покупку масок и перчаток. Но, как заявил первый зампредкомитет Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, российский бюджет не может взять на себя обеспечение россиян подобными выплатами. При этом он отметил, что в целом нужен комплекс мер по обеспечению россиян масками в период пандемии. В частности, на проблему должны обратить внимание правоохранительные органы. Нередко маски перепродаются по завышенным ценам. И антимонопольная служба. В социальных сетях мы попросили соровчан ответить, соблюдают ли они масочный режим. Оказалось, что маску и перчатки надевают лишь 50% участников опроса. Одно из средств индивидуальной защиты всегда с собой носит 34%. Игнорируют требования властей 16%. В Нижегородской области подготовили план поэтапного выхода из карантина. Одними из первых к работе должны вернуться салоны красоты и парикмахерские. Но только при условии, что во всех помещениях там будут установлены камеры наблюдения. Они должны быть подключены к государственной системе с функцией видеоанализа в прямом эфире. Власти считают, что это позволит повысить безопасность как сотрудников, так и клиентов. Владельцы бизнесов говорят, что готовы на многие ограничительные меры, но с камерами работать не смогут. Возобновить работу парикмахерские, рестораны и салоны красоты смогут при условии установки камер видеонаблюдения. Их планируют подключить к государственной системе аналитики, которая будет распознавать соблюдение мер безопасности, использование масок и перчаток, дистанцию между клиентами, проведение дезинфекции после посещения. Такие поправки внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в указ о введении режима повышенной готовности. Приобрести и обеспечить бесперебойную работу камер владельцы бизнеса должны за свой счет. На вход обязательно камера нужна, но именно на стойку, где происходит оплата процедур и так далее. Это в плане даже обезопасить и себя, и потребителей, потому что в нашей студии камера стоит на вход, поэтому я не вижу в этом большой какой-то проблемы. В плане финансов это тоже сейчас решается. Сейчас много организаций, которые предоставляют видеонаблюдение, интернет, и, как правило, это пакет, который включает все, и можно оформить рассрочку, либо на год как-то этот платеж растянуть. Покупка, установка и обслуживание камеры на входе в среднем обойдется в 8 тысяч рублей. В принципе, траты вполне подъемные. Но пока не ясно, достаточно ли будет только такого наблюдения, чтобы фиксировать в салоне обеспечение всех заявленных мер безопасности. Что включает в себя антикоронавирусная видеоаналитика, никто точно сказать не может. Будет ли это одна или две камеры, или по камере в каждом кабинете. Поэтому и предстоящие траты владельцев бьюти-бизнеса спрогнозировать сложно. В любом случае, после полутора месяцев простоя, эти расходы многим могут оказаться не по карману. Даже с учетом компенсации, которая составит 50% от трат, но не более 3 тысяч рублей за одну камеру. К тому же, есть и этический аспект вопроса. По словам Елены Петренко, если камера на входе оправдана, то в кабинетах абсолютно неуместно. Видеосъемка нарушит приватность процедуры и личное пространство клиентов. Как правило, люди находятся обнаженные на многих процедурах. И, естественно, никто не будет снимать голого клиента. Это понятно. Если только снимать косметолога, вопрос для чего. У нас всегда есть меры антисептики, меры обработки, все эти журналы и так далее и тому подобное. Мы и так соблюдаем, потому что мы сами заботимся о том, чтобы у нас не было никаких случаев, когда кто-то чем-то заразился или какую-то заразу привнес. Областное министерство промышленности разрабатывает технические требования к системе и порядок возмещения затрат. Прислушаются ли власти к мнению предпринимателей, покажет время. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. В России введен мораторий на начисление и взыскание неустойки по долгам за жилищно-коммунальные услуги. До 1 января 2020 года приостановлено взыскание неустойки, штрафов, пене в случае несвоевременных или внесенных не в полном размере, платы за коммунальные услуги и взносов за капремонт. Также принято решение о продлении гражданам получения субсидий на оплату жилого помещения. Подробнее с информацией о моратории на оплату услуг ЖКХ можно ознакомиться на официальном интернет-ресурсе «Стоп коронавирус». Другая важная информация в подборке коротких новостей. На ремонт дорог в Сарове потратят 17 миллионов рублей. В общей сложности за эти деньги в порядок проведут около 25 тысяч квадратных метров проезжей части и тротуаров. Как сообщили в департаменте городского хозяйства, этим летом рабочие будут ремонтировать дорогу на ТЭЦ и Варламовскую дорогу. Улицы Радищево, Садовую, Балыковскую, Академика Хаитона и ряд других. Полный перечень территорий, которые вошли в план ремонтных работ, можно посмотреть на официальном сайте городской администрации. Также в настоящее время идет подготовка документации на ремонт участка улицы Московской от пересечения с улицы Зернова до пересечения с проездом на улицу Некрасова. В связи с режимом повышенной готовности городской архив не ведет приемы граждан и не исполняет запросы имущественного характера. Обращаться за услугами необходимо дистанционно по телефонам 9 12 66, 9 18 34 и 9 18 01. При направлении запроса следует указать фамилию, имя, отчество, дату рождения заявителя и человека, о котором запрашиваются сведения. Если речь идет о подтверждении трудового стажа, необходимо представить сканы листов трудовой книжки за интересующий период и сведения обо всех изменениях фамилии. Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня. Такое решение было принято по итогам заседания исполкома Российского футбольного союза. Оставшиеся поединки точно пройдут без зрителей. Командам разрешат делать по 5 замен. Напомним, игры российской премьер-лиги приостановили 17 марта из-за угрозы распространения коронавируса. С 18 мая в садах продолжат работать дежурные группы. Отдать туда детей смогут только родители, работающие в организациях, деятельность которых не приостановлена. Как будет проходить прием детей, по какому распорядку будут работать дежурные группы и как сады обеспечат соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Об этом наш следующий репортаж. Уже неделю в каждом детском саду функционируют дежурные группы. Пока туда ходят около 250 ребят, но с 18 мая их количество может достигнуть 1300. Принимают только детей, оба родители которых обязаны работать. Каждое утро дети, приходящие в сад, будут проходить через жесткий фильтр. Прежде всего, все меры безопасности будут соблюдены в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. То есть в обязательном порядке будет стоять дезинфекторы, в обязательном порядке проводить дезинфекцию в помещении по требованиям санитарно-эпидемиологических ситуаций. Утром детей принимают медики. Они смотрят и осуществляют входные фильтры, смотрят на состояние детей. Любых деток с любыми проявлениями катаральными мы не принимаем в детский сад и, соответственно, предлагаем остаться дома. Также контролировать будут и состояние самих работников. Дети будут в соответствии с режимом питаться и гулять. Каждое дошкольное учреждение работает в соответствии со своим графиком. Родители призывают приходить в сад в масках. Вместе с тем в Сарой продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Несмотря на все меры по дезинфекции и проветриванию помещения, риск заболеть в саду остается. Я вообще рекомендовала бы родителям, особенно маленьким, не везти детей в детский сад. Я бы все-таки призывала к тому, чтобы поберечь. И только если безвыходная ситуация у родителей, приводить детей в дежурную группу. В любом случае риск взаимодействия с детьми 15 человек в группе, 12, 15, 10, 8. Это в любом случае уже риск для ребенка. И любое взаимодействие в таком количестве может привести к возникновению, да, или передаче какой-то там инфекции. Получить место в дежурной группе можно и после 18 мая. Для этого необходимо обратиться в детский сад, который ребенок посещал до 30 марта. В таком режиме дошкольные учреждения будут функционировать до особого распоряжения. Также департамент образования обращает внимание родителей, чьи дети в этом году впервые должны идти в сад, что приходить за путевками не нужно. Всю информацию передали заведующим. Они будут звонить родителям сами. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Семья – одна из главных ценностей в жизни человека. Семья – это близкие и родные люди, те, кому мы желаем добра и счастья, кого любим и с кого берем пример, о ком заботимся. Это утверждение никогда не станет избитым. Именно в семье человек учится заботе и уважению, ответственности. 15 мая во всем мире отмечают Международный день семьи. Творчество, любовь и забот объединяют большую семью Цеповых уже 28 лет. Папа – защитник и опора семьи, мама – хранительница домашнего очага. По словам Аллы Цеповой, самое важное – взаимопонимание и умение выслушать друг друга в любой момент. Всем нужно уделить внимание обязательно. Всех нужно любить, потому что каждый требует к себе любви. На выходных семья часто выбирается за город. Младшие любят просторы, прогулки на природе. Старшая дочь уже создала свою семью. Сын занимается каратэ, ходит в художественную школу. Близняшки танцуют, поют и шьют вместе с мамой текстильных кукол. Попросили мама, дай нам иголку. Мы хотим тоже попробовать сшить что-нибудь. Я, конечно, испугалась. Думаю, детям 4 года. Можно ли дать им иголку в руки? Но оказалось, что ничего страшного. Под моим присмотром они даже попытались что-то там сшить. И мы доделали с ними этих куколок. Теперь они у них любимые, естественно. Одна из главных семейных традиций Цеповых – организация и празднование дней рождения. Члены семьи самостоятельно пекут торт и рисуют открытки. Дети привыкли все делать вместе. Для меня семья. Еще один пример счастливой семьи – Чита Рудаковых. Геннадий Сергеевич и Зинаида Павловна познакомились еще студентами в 1958 году. После долгих встреч мужчина решился сделать предложение. Я в костюм идут, порегал сточки на все. Мы на лавочке посидели. Я говорю, Зина, давай-ка все-таки поженимся с тобой. Мы просто-напросто любили друг друга. И понимаешь полуслова, как и сейчас. В этом году пара отмечает 60 лет совместной жизни. Дети, внуки и правнуки – живое доказательство любви, пронесенной сквозь года. Чувства, по мнению юбиляров, со временем не угасают. Забота и ласка проявляются даже в простых мелочах. Я стараюсь даже постель убирать раньше ее. Пока она идет умывается, я ее уберу. Она идет, ой, надо убрать. А я уже убрал. Посуду, покушаю все. Я стараюсь убрать. Она отвернулась, я уже вымыл ее. Чтобы руки у нее были, чтобы на каточке не раз, чтобы не это. Чтобы было все нормально. Вот и она также за мной ухаживает. И я за ней ухаживаю. Вот это и есть какая-то любовь. Не болтовня, а именно любовь. Сейчас Геннадий Сергеевич и Зинаида Павловна по-прежнему посвящают каждую минуту друг другу. По словам мужчины, семья – главная ценность в жизни человека. И ее без супруги он уже не представляет. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Дистанционное образование, просмотр спектаклей и экскурсии в онлайн-формате. И, конечно, удаленная работа. Жизнь людей круто поменялась во время эпидемии коронавируса. Помимо отрицательного влияния на экономику, пандемия принесла с собой и новый взгляд на обычные вещи. Что из появившегося в нашей жизни во время пандемии можно и нужно сохранить навсегда. Не вставая за стола, походить по залам столичных и даже зарубежных музеев. Попить чаем, сделать и отправить отчет своему руководителю. Заняться саморазвитием. За несколько недель самоизоляции некоторые вещи прочно вошли в нашу жизнь. Человек одновременно и дома, и на работе. И может сам выстраивать свой рабочий график. Последние месяцы в режиме самоизоляции показали, что удаленный формат работы возможен. Некоторые крупные компании разрешили сотрудникам не возвращаться в офисы и работать из дома даже после того, как пандемия коронавируса закончится. 16% россиян уже перешли на удаленку. Такие данные приводит Всероссийский центр исследования общественного мнения. Много-то или мало, все зависит от вида деятельности. Но в этом формате есть свои плюсы и минусы. Плюс, наверное, в том, что ты предоставлен сам себе. Тебе не надо никуда передвигаться. То есть ты можешь до последнего валяться в кровати, потом встать, тут же сесть за компьютер, налить себе чаю. И в такой неформальной обстановке, грубо говоря, в пижаме, сделать свою работу. Удаленка, она предполагает все-таки определенный уровень самодисциплины, такой ответственности. Эта история, мы сами знаем прекрасно, что эта история не про всех и не для всех. Мечты сбылись и у школьников. Дистанционное обучение проверило на прочность системы образования страны, интернет-провайдеров и родителей, конечно, которые оказались внутри этого процесса. Еще одним бесспорным плюсом воздействия пандемии на жизнь и здоровье людей стало соблюдение социальной дистанции, а также регулярное мытье и дезинфекция рук. Возможность оформления документов и получения других госуслуг онлайн тоже стала положительным моментом в воздействии ограничительных мер. Общая беда сплотила людей и новое дыхание получило направление волонтерства. В людях стало просыпаться чувство сопричастности, сострадания, они стали более внимательными и отзывчивыми к проблемам других. Елена Грецкова, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова